Итак, снова всех приветствую в Корсарах Проклятия Дальних Морей, ну или первых Корсаров, которые, насколько я понимаю, вышли аж в далёком, очень далёком от нас уже 2000 году. Давайте начнём эту серию с того, что наш Николас отправился на испанский остров, о, не на испанский, на французский, конечно же, остров. Какой-то французский остров, я уж не знаю, почему у нас открылся на глобальной карте, туда мы отправились, вот по пути у нас испанский небольшой торговец, я думаю, что пора, пора немножко повоевать, действительно, уже в плане абордажей. Честно признаюсь, я, в общем-то, наверное, пару раз только пробовал здесь драться, в общем, честно говоря, не понял до конца, как всё это работает. Ну, давайте попробуем захватить этого испанского торговца. Сначала обстреляем его немножко картечью, ну и пойдём на оборудование. Спустить паруса! Поднять паруса! Спустить паруса! Правый борт готов! Рудик не готовы, Тэп! Так, ну и чего? Понятно. Значка нам не дали. Поднять паруса! Спустить паруса! Ну да, у нас, в общем-то, абордаж плохо очень прокачан. У нас, конечно, есть боссы, вот, напоминаю. Ну, там, абордаж у нас всего единицы. Правый борт готов к залпу! Хотя нет, по-моему, у нас достаточно высокий абордаж, давайте глянем. Да, у нас плюс три абордаж, я уж не знаю. Чё так меня проигнорировали в плане... Орудия не готовы, Тэп! Спустить паруса! Инерция, конечно, у этого корабля, просто, я не знаю. Очень высокая. Отнять паруса! Спустить паруса! Поднять паруса! Спустить паруса! Ну и... Правый борт готов к залпу! Орудия не готовы, Тэп! Кошки к борту! Ну, давайте посмотрим, чем для нас обернется эта схватка. Достаточно одного удара был. Нашли 423 золотых монет, Каютик Капитан. Так, ну взять корабль мы не сможем. Я не знаю, что это такое. Что это за корабль вообще-то? Так, что у нас тут было? У нас тут были ядра, сахар, вино... В общем, всего понемногу, я так понимаю. Кофе, красное дерево, чёрное дерево, доски, бруси. Судя по всему, неплохой навар. Нашли. Правда, я так и не понял, что за корабль-то? Где показаны? А, тяжёлая барка. А где характеристики корабля? Корабли... А, вот это, наверное, надо же... Так, ну давайте всё перегрузим. Благо, что у нас много было вторым. Свободно. Да, прям точно в тютельку, в тютельку получилось. Так. Ну давайте глянем корабли тогда. Так, это шестой класс. Команды там было немного. Тем более, мы, наверное, выбили какую-то команду. То, что по корпусу он нам вдарил, это, конечно, неприятно. Так, а где показывается моя команда? Я вижу минимальную команду, я вижу максимальную команду. А где моя текущая команда? Так, нет, не надо ничего сменить. Так, ну понятно. Ну, топим этот корабль, взять мы его не можем. Да, потому что, увы, у нас нет первого помощника, я так понимаю. Ну, давайте выходим. Всего лишь 30 опыта нам дали. Опыта нам не дали, зато денег, я так понимаю, дали, что называется, очень даже с хорошим запасом. Ну ладно, давайте идем в этот французский порт дальше. Я не знаю, я так понимаю, что во французском порту мы выйти все-таки сможем, по идее. Потому что вроде они нам не враги, поэтому... Посмотрим, что там у нас продают, покупают и так далее. Правый борт готов. Ну вот, видимо, не судьба нам доплыть была. Ну вот, давайте, вот, повоюем с пиратскими кораблями-то. В принципе, я с ними воевать на данный момент не очень хочу. У нас полный трюм. Забит. Хотя, я не знаю, влияет это вообще на что-то или не. Ну ладно, давайте попробуем с ним повоевать. Ну вот, он начинает разворачиваться раньше, чем я думал. Орудия не готовы, Кэп! В общем, не самый большой корабль, всего 1400, показалось. Так, я не знаю, сможем ли мы остальных догнать. Кстати, мне советовали смотреть с левой стороны, с левой нижней стороны, вражеские корабли. В плане того, что можно посмотреть полоски. Не знаю, справа, вернее слева, внизу я смотрю только на наш корабль. И вижу только наш корабль. Я не знаю, честно говоря, где мне показывают, подсвечивают вражеские корабли. Ну ладно, давайте, мы пытаемся догнать оставшиеся два пиратских корабля. Может быть, с них тоже получим какого-нибудь опыта. Итак, мы прибыли в Бельфор, по-моему, так называется это, французская колония. Здесь, я так понимаю, есть какой-то офицер. Кто вы такой, чем вы занимаетесь? Меня зовут БВ Хайно. Мне судовый врач. Я зашиваю дыры, накладываю шины, смешиваю порошки, ставлю пиявок. Вообще делаю все возможное, чтобы команда была в форме. У меня, правда, нет такой большой практики на людях. Как хотелось бы, но я уверяю вас, я быстро учусь. И я, в общем, многого не требую. Две сотни золота в месяц это меня устроило бы, учитывая то, что я все еще учусь. Так. Ну, наверное, возьмем его. Почему нет? У нас нет врача. Я надеюсь, что ты быстро учишься, потому что, если хоть один из моих парней помрет после твоего лечения, я, собственно, ручно выкину тебя за борт. Добро пожаловать в команду, я тебе беру. Так. БВ Хайно. Его зовут. Давайте глянем. Всего лишь один защиту он нам дает. Ну, да, прям скажем, не кладезь, не кладезь защиты этот офицер. Я думаю, что при первой возможности мы его, скорее всего, сменим. Давайте посмотрим, тем более, чем они здесь торгуют. Меня больше всего интересует, что они могут купить у меня. Потому что у нас полный трюм. Я так понимаю, сюда можно затариться за полотном съездить как раз. Вино-то мне, в принципе, не нужно. Кроме того, я не знаю пока, где его продавать. Табака у меня нет. Так, ну, кофе у них тоже, в общем-то, недорогой. Его можно было бы купить, но у меня трюм совсем полный. Так, давайте пшеницу продали. Красное дерево и можно продать. Че они тут еще импортируют интересного? Чёрное дерево еще импортируют. Ну, уже неплохо разжать. Так, я не знаю, зачем мне парусина с досками. Скорее всего, надо продать. У нас все равно нет этого. Плотник. Так, ну все. Получается, что я еще могу сказать. Больше мы ничего не можем ни продать, ни купить. Купить, да, полотно. Полотно у них, в принципе. Выгодно продаются. Давайте купим у них полотно. Так, ну ладно, надо починить наш кораблик, да, отправляемся и да, отсюда обратно. Ну, давайте попробуем помочь французам. Хотя, откровенно говоря, я не очень хочу этого делать. По той причине, что я просто путаю постоянно кораблик, как бы мне с французами не поссориться. Ну, давайте попробуем. Тем более, здесь постоянно есть этот дружественный огонь, который меня очень раздражает. Второе, мне очень не хочется поссориться с французами. Если вдруг я промажу по пиратам и попадем по французам, это, конечно, будет неудобно и неудачно. Так, ну вот эта мелочь, похоже, пират. Давайте с него начнем. С него, конечно, мало опыта. И, в общем-то, он быстро, он может удрать. Ну, удерет, значит, удерет. В общем-то, гоняться я за ним не собираюсь. Орудия не готовы, Кэп! Спустить паруса! Ну, давай стреляем. Отнять паруса! Правый борт готов к залпу. Хотя, на предыдущей серии мы видели, что эти гаденыши могут быть очень опасными. Если будут стрелять бомбами. Спустить паруса! Спустить паруса! Орудия не готовы, Кэп! Ну, давай уже разворачивайся. Ну, давай уже разворачивайся. Спустить паруса! Спустить паруса! Орудия не готовы, Кэп! Правый борт готов к залпу. Так, ну чего? Попадать к тобой мне? Так, 800 опыта нам дали. Ну, ладно, тогда движемся к основной, что называется, пьянке. Посмотрим, кого мы здесь сможем еще потопить. Если сможем. Так, ну давайте вот так встанем. В старшем режиме вроде как он быстрее попадает. В смысле лучше. Правый борт готов к залпу. Поднять паруса! На самом деле! Попадать паруса! Спустить паруса! Правый борт готов, Салл. Орудия не готовы, Кэмп! Орудия не готовы, Кэмп! Орудия не готовы, Кэмп! Будет обидно, если не Мэйву, то... Похоже, он к нам плывет. Так, вот это мне не нравится, он к нам бортом разворачивается. Ну давай уже быстрее заряжай, да надо утекать от него. Левый борт готов, Салл. Орудия не готовы, Кэмп! Отнять паруса! Спустить паруса! Орудия не готовы, Кэмп! В общем, одному, как ни странно, проще сражаться с ним. Орудия не готовы! Левый борт готов к залпу! Корабль большой, явно. Если мы его утопили, наверное, немало с него опыта получим. Правый борт готов к залпу! Поднять паруса! Орудия не готовы, Кэмп! Правый борт готов к залпу! Спустить паруса! Орудия не готовы, Кэмп! Поднять паруса! Орудия не готовы, Кэмп! Похоже, он удирает! Это значит, по нему надо интенсивнее стрелять, чтобы выстрел последний был наш. Орудия не готовы, Кэмп! Правый борт готов к залпу! Поднять паруса! Спустить паруса! Орудия не готовы, Кэмп! Левый борд готов к залпу! Отнять паруса! Да, блин, твою дивизию! Конечно! В общем, я думаю, что, наверное, не стоит нападать. Особенно, когда на французов видим. Может, англичанами какой-то делёж опыта и происходит. Вроде писали, что если в бою мы участвуем, то нам всё равно какой-то опыт идёт. Видимо, мы никакого опыта вообще не получили. Поэтому, в принципе, если преимущество тем более за французами, ну, можно, наверное, было бы просто подождать. Если бы пират их всех перебил, то, наверное, в этом бы и был какой-то смысл. А так, в общем, по закону подлости не мы будем последние стрелять. Так что, наверное, рисоваться не стоило. Ну вот, а теперь атакуют нас пиратские караулы. Ну, замечательно. Так, где он? Не вижу. Что-то вообще не вижу. Главное, мини-карта тоже вся чёрная. Что за фигня-то, я не знаю. В общем, я не понимаю, что здесь надо делать. Давайте на глобальную карту идём, да и всё. Тем более, на такой погоде вообще не хочется выявить. У нас попутчики Кэп. Четыре вымпел. Три торговца, провожди, но... Не знаю, не знаю, стоит ли. Давайте посмотрим. Давайте следовать все, скажем так, типы противников. Орудия не готовы, Кэп! Так, вот только ветер совсем не в нашу пользу нам развёт. Надо к ветру идти. Хоть к ветру мы убежать не сможем. Так, вот и петли. Так, ну здесь, по крайней мере, испанцев больше гораздо. Надо, конечно, исследовать эту карту. Я так понимаю, что здесь можно, в принципе, вообще... Достаточно Как сказать Произвольную точку карты плать То есть здесь не обязательно между островами Я так понимаю плавать Надо будет попробовать Потому что с пиратами в общем-то воевать Конечно интересно Но с испанцами-то выгоднее Тут можно что-нибудь захватить Левый борт готов к залпу Орудия не готовы, Кэп Немножко салютровали мы испанцам Левый борт готов к залпу Орудия не готовы, Кэп Орудия не готовы, Кэп Левый борт готов к залпу Орудия не готовы, Кэп В принципе меня его конечно топить не надо Его бы желательно захватить В принципе утопить наверное тоже неплохо Деньги у нас в принципе есть А опыта запотопленные больше Что с кармой-то не стреляет, Слишком далеко что-то Левый борт готов к залпу Ну и Что не стреляет? Что-то не понял Что-то не стреляет Что-то не стреляет Не понял, что-то не стреляет Не понял, что-то не стреляет Ну давайте их подождем Неужели так далеко Ну че мы не стреляем Орудия не готовы, Кэп Отнять паруса Орудия не готовы, Кэп Спустить паруса Спустить паруса Орудия не готовы Левый борт готов к залпу Отнять паруса Так, ладно Зарядить канипперами Есть капитан Надо бы ему сначала сбить паруса В общем будем действовать по стандартной схеме Левый борт готов к залпу Трансу Пыль 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 Правый борт готов к залпу Спустить паруса Орудия не готовы, Кэп Отнять паруса Да, нехилый корабль Я все понял, все серьезно Да блин, какие спустить Орудия не готовы, Кэп Как не готовы-то? Давай стреляешь Правый борт готов к залпу Отнять паруса Блин, твою мать, опять подкусит Сейчас опять будет разворачиваться Сволочь Орудия не готовы, Кэп Ну да, от него надо подальше отходить Правый борт готов к залпу Спустить паруса Орудия не готовы, Кэп Поднять паруса Да, что-то этот не пират Пираты как-то, по-моему, за нами гнались И не разворачивались бортом Этот суво очень хитрее Надо от него подальше взяли Правый борт готов к залпу Орудия не готовы, Кэп Орудия не готовы, Кэп Левый борт готов к залпу Орудия не готовы, Кэп Орудия не готовы, Кэп Орудия не готовы, Кэп Неужели нельзя быстрее стрелять? Полчаса, полчаса между тем, как я кликаю и он стреляет Ну давай уже стрелять, да боже мой, опять надо ждать полчаса Орудия не готовы, Кэп Когда ты соизволишь выстрелить, наконец Орудия не готовы, Кэп Да, тяжелый противник Правый борт готов к залпу Не, ну опять полчаса, да шо ж такое-то, э Ну действительно, разворачиваешься, вроде он должен уже стрелять, ничего подобного Три секунды, я думаю, он ждет Орудия не готовы, Кэп Левый борт готов к залпу Ну ладно, давайте пару раз еще с ниппелями выстрелим, да будем уже на ядра переходить Орудия не готовы, Кэп Левый борт готов к залпу Опять Орудия не готовы, Кэп Орудия не готовы, Кэп В общем, стрелял, стрелял я, смотрите, а скорость у него все равно прилич Если он отстает от нас, то весьма ненамного Спустить паруса Ну стрелять будем, да что ж такое с вами не так-то, а Ну вот что он не стреляет Какого дьявола он не стреляет Орудия не готовы, Кэп Поднять паруса Орудия не готовы, Кэп Орудия не готовы, Кэп Левый борт готов к залпу Спустить паруса Опять 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 стоим Опять я не знаю Опять полчаса надо дождаться Действительно, даже не три, наверное, секунды четыре Надо ждать, когда он наконец-то изволит выстрел Так, ладно Зарядить ядрами есть, капитан В общем, это долгая история Давайте я включу запись уже, когда будут какие-то подвижки А то так можно, наверное, целую серию это будет Ставьте лайки, я не знаю, что это будет Приятного аппетита! Спасибо за просмотр!